Иди сюда, иди сюда. Сиди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Оттуда снимать? Что, поел? До голоса. Иди сюда. Самый сёпкий. Что там в сапе? Ну, он тут набрал. А-а-а. А вы не видите? Мне надо же выдать. В общем-то здесь идём, или не просто там, там, что я где-то дал отец. Что-то по времени начинает. Включай, пробуй. Да, я включу. Всё. 16.00. Начинаем общее собрание. Стинка с листом. До свидания. Значит, довожу до сведения, что у нас в Днестрове есть общественная организация, которая занимается такими видами спорта, как ар-лессинг, деревоиспорт тяжелопедики. Зарегистрировано 5 февраля 2000 года. Есть устав федерации. Здесь мы сейчас собрались с институтемная группа, именно по ар-лессингам. Будем считать, что это общее собрание. Первое общее собрание. После этого мы практически начнем действительно работу. Потому что до сих пор именно так, как нужно, по уставу мы не работаем. Значит, основные задачи при дне деятельности федерации записаны в уставе. Есть общее положение. Все, в принципе, стандартно. Так, значит, цели наши. То есть, организация соревнований, организация секций, и дальше кабинет деятельности, разработка программ для того, чтобы развиваться, двигаться вперед. И в первую очередь, это, конечно, объединение тех сил, которые находятся у нас в Днестрове. Это создание какой-то команды. Для того, чтобы мы потом участвовали в соревнованиях где-то на другом уровне. На чемпионате Молдовы. Может быть, даже на международных соревнованиях. На самом деле, это очень сложная задача. Потому что, по сравнению с федерацией пауэрлифтинга, той же Молдовы, они там успели зарегистрировать альтернативную федерацию и стать чемпионом Европы или мира. Там большого труда не составляет. В отличие от таких видов спорта, как анрестинг, борьба и другие виды спорта. То есть, сейчас наша задача провести собрание, зарегистрировать. Значит, у нас есть протокол общее собрание. Повестка дня. Зачитаю. Сегодня, значит, 30 августа. Начало 16 лет. Вот так и написал. Значит, членов на данный момент у нас тут семь, восемь со мной. И плюс у нас будет еще Рыбница. Первое. Повестка дня. Избрание председателя секретаря общее собрание. Второе. Решение о создании региональных отделений. Первое. Это Юг. Второе. Тирасполь. И второе. Север. Город Рыбница. То есть, два центра у нас такие будут. Региональные. Больше нет смысла пройти. Третье. Формирование руководящих органов в юх севере. Четвертое. Формирование контроля ревизионных органов. То есть, те люди, которые будут следить за теми средствами, которые будут поступать в федерацию. Это членские взносы, на которые мы должны существовать. Плюс и взносы от общественных организаций. Спонсоры. Утверждение суммы быдовых шведенских взносов. Оценку уровня проведения первого чемпионата ПМР. Парамрейсингу. Региональные соревнования 2 августа. Восьмое. Предварительный план проведения соревнований в ПМР. Именно у нас. Парамрейсинг. Что мы планируем и сделаем. Девятый. Плат. Участие сборной команды. Объединенной командой Приднестровы. В уставе написано сборная команды Приднестровья. Хотя мы по-любому будем на международном уровне представлять флаг Молдовы. Так или иначе. По-другому у нас не получится выступать. Хотя в уставе и требуют у нас, как у вас тренируется сборная Приднестровья. Мы это, в принципе, пишем, соблюдаем. Но фактически, получается, мы пока не признаны. Соответственно, мы будем плотно сотрудничать с Федерацией Молдовы. А, если так. Вообще, первое. По первому повестке дня у нас избрание председателя и секретаря общего собрания. Председателем, кого мы будем берем? Секретарем. У вас нет. Да. Единственное, что хотел секретаря, чтобы записывал, но не успел нам поставить, чтобы туда записывать все. Будем запоминать, потом вносить протокол. Все. Первая повестка – вопрос в секретарь. Кто проголосует? Все понятно. Не договорился. Фактически не раздражался. Не усел. Второе. Решение о создании религиональных ординерий юг и тираспо и север. Город Веницы. То есть должен быть человек, который отвечает за нашу тираспо. Мы сейчас должны найти человека, кто будет отвечать за тираспо. 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 Тираспо у них тоже. Тираспо. Тираспоめ. Они numéro 2 Все. Тогда проголосуем. Слифинчука нет. Заместили. Да, я предлагаю двух человек изначально так и планировал, что будет два человека, чтобы проще было. Это два человека, которые на данный момент, я считаю, максимально могут проголосить. Ну, на севере там они сами себя, ну, там будет, соответственно, Оленик, Александр и еще кто-то из ребят. Может, захотят они зарегистрировать в федерацию. То есть проголосуем. Кто за? Унтура Дмитриевича. Все. Единогласно. Третье. Формирование проводящих органов. Четвертое. Формирование контроля революционных комиссий. Предлагает там три человека. С нашей стороны по их человеку. Это Канатовский, Эльберт, Статор и Ван. Два человека, верно, тогда. Те, которые люди будут следить за финансовым движением. Если такие будут вопросы, то есть у них можно будет обратиться. И они приходят премьер. Да, если у нас там будет какие-то средства, то есть у нас будет тратиться. И один человек там в севере. Так, голосуем. Так, я держу вас. Инноклассник. Значит, утверждение суммы годовых клиентских взносов. Я предлагаю 10 рублей в месяц. Ну, это 120 рублей в год. Это можно платить и тем временно, или сразу 8 раз в год. Независимо, начало года, конец года. То есть, если пришел человек, хочет купить 5 раз. Сумма 120 рублей. Чеменский вносит год. Просто там будет еще за участие в соревнованиях. Это членский взнос. За участие в соревнованиях там может быть какие-то, если за какие медали покупать. Да, если нам будет предоставлять кто-то медали, это самый другой. Я думаю, 120 рублей вполне достаточно на первом этапе. Голосует. Голосует. Членские взносы 120 рублей ежегодно. Принято. Акцент на уровне проведения чемпионата ПМР. Есть какие-то, может, замечания? Или считания? Для первого раза. Я считаю, что очень много происходит. То есть, первое впечатление – хорошо. Хотя у меня, как всегда, критически отношусь всегда, и много вопросов возникало. Но в целом, да. В целом, картинка получилась хорошая. И оценка именно республики положительная. Это радует именно, что госслужбы по спорту тоже оценили. Потому что там тоже, наверное, будет сотрудничать. Отвлекусь. Скажу так, что когда я начал заниматься в декабре арместингом, первым делом понял, что вообще этого вида спорта у нас в ПМР нет. Нет такого вида спорта. И сразу же, только зарегистрировав лидерацию, 5 февраля, я собрал документы и подал на то, чтобы внести этот вида спорта в реестр. И в апреле год внести так, что этот вида спорта у нас есть. Официально. То есть развивается. Поэтому на будущее кто-то будет, может где-то учиться, еще что-то мы можем потом в секции делать и переплатить зарплату в ТМР. То есть вот такая у нас цель. Но мы ежегодно отмечаем дату рождения, где-то март, месяц. Да, да. И еще что хотел сказать потом. Значит, предварительный план проведения соревнований. Основные соревнования, которые мы должны будем проводить. Соответственно, это чемпионат Пьернестровья и какие-то чемпионаты внутренние города Террасполь, Орыбнице. Это неважно. То есть один чемпионат Пьернестровья. И у нас как можно больше, чтобы вы нагревали руку в том плане, что учились проводить соревнования самостоятельно. У нас нет пока программы такой, как у ребят с Молдовы. Ну мы можем небольшими группами, там, круговой. Согласно того, как они, тремя методами проводятся соревнования, знаете, да? То есть есть до двух выгуваний то, что мы сейчас проводим. Есть олимпийская система, проиграл, выбил. Есть круговая система, но там идет правая и левая рука. Плюс система точков. Правил соревнований у нас тоже нет пока еще в Бьернестровье. Вот завтра постараюсь их собрать и пойти на утверждение. И самый сложный вопрос, это у нас будет, что мы к следующему году получили аккредитацию. Если мы получаем аккредитацию, нам намного проще будет проводить различные соревнования. К примеру, вот эти соревнования мы бы не провели, если бы у меня не было аккредитации к Днестровской Федерации. Я за счет этого провел. Потому что никто не хотел браться, там, в госслужбе по спорту не хотели этим заниматься. Сложности, вопрос с переездом в Эльбятский Шнёвов были. И мне это было проще все решить. И они сами так предложили, говорят, мы вам помогаем, а вы все остальное занимаетесь. То есть ответственность за то, что там были какие-то неполадки, на мне это самое было. И поэтому многие не понимают, когда заявляются, им объясняют, что нельзя. Ну, тем не менее, пошел на риск. А через два дня прошел Канава-1, и этот тест хорошо, что отрицательный. А если было положительное, соответственно, то никакие за санкции не было. Потому что было немножко больше людей, чем заявлено оперативным штабом. Но это письмо мне пришло за 16 часов до того, как мы проводим соревнования. То есть мы все организовали, а на самом деле этого разрешения еще не было. Хотя я знал, что он будет, но не знал конкретной информации. Так, закончились темы. Предварительный план проведения соревнований. То есть чемпионат Пиднестровья мы будем согласовывать с Кишневым, когда вы будете проводить. Когда его будете проводить? В каком месте? Ну, я думаю, что главное не зимой. А когда? Зимой, летом. Ну, каникулы. Ну, кто? Да, что больше соломые. Ну, так, целом. Не зимой? Или зимой? Нет, каникулы. А я предлагаю, как мы сейчас провели, так и проводим. Но летом в август? Конечно. Удобно все, блин. Прекрасная погода. То есть мы летом, а до этого мы проводим соревнования городские, регионные и все такое. Плюс у нас будет турнир под названием «Мир». По-русски «Мир», а по-молдавски «Патчик». Знаете, да? Там четыре буквы. Это уже мы проведем после того, как будет возможность свободного пересечения гринз. То есть уже там будет какая-то финансовая помощь нам оказана. Если внутри, здесь мы будем провести соревнования за счет носа, то в какой форме это будет, не знаю. То есть можно проведить там, допустим, «Ваду-Лободы» или «Евнерополь», или «Рибница», «Ризина» под двух городах. То есть в Молдове, конечно, нам не сильно выдано, если придется слишком много, то за ребят. И, соответственно, мы показываем, не будет у нас призовых мест. Хотелось бы что-то немножко подняться, а потом уже... Ну да, для кого-то стимул, для кого-то нет. Ну, это борьба, соответственно. Просто там уровень немножко выше. Но есть соревнования студенческие, различные соревнования. И мы должны обязательно участвовать в чемпионате Молдовы, который будет весна, я надеюсь. План международных соревнований. Ну, соответственно, если мы будем какие-то места занимать на чемпионате Молдовы, то уже надо будет ездить и искать деньги. Плюс там система в Молдове, там, если ты занимаешься на чемпионате мира или Европы, какое-то место, то тебя в конце года почти так порой идем. В общем-то, сейчас я хочу, чтобы вы ознакомились с уставом. И если готовы, то отписать заявление на вступление в федерацию. И будем считать, что с сегодняшнего дня, 30 августа 2020 года, официально начало работать, ну, не так и положено, отделение федерации МРС. В общем-то, вопросы я хотел узнать. Какие-то замечания есть? Вопросов и замечаний нет. Переходим мы сейчас к тренировке. Сейчас спалим и сделаем категорию 65-70. и проверим, как мы можем судить соревнования. Все, спасибо.